Почему Инстаграм победил Фейсбук и в чем фатальная ошибка ВКонтакте? И Фейсбук, и ВКонтакте они пытались использовать существующую аудиторию для создания сервиса для блога. Но аудитория знакомых и друзей, она не пересекается с целевой аудиторией блогера, любого блогера. Практически 100% нет пересечений. Создатель Алибаба говорит, что ваши первые покупатели будут те, кто вам абсолютно чужие люди. Они ваши друзья, они ваши знакомые. Наоборот, ваши друзья, знакомые будут противодействовать вам. И не только создатель Алибаба, каждый, кто проходил эту стадию, это прекрасно знает. Вы можете послушать на эту тему сколько угодно. Мы будем использовать для простоты аналогию с ведром крабов. Это когда один краб может вылезти, а много крабов не может вылезти, потому что будут цепляться друг за друга. Этому есть научное объяснение. Но именно ближайший круг вы увидите только в конце. И я полностью согласен с создателем Алибаба, что как только вы будете оплачивать все счета, то этот ближайший круг вы увидите ваш, ваших друзей, знакомых. Но это абсолютно не та целевая аудитория, которая нужна для сервиса блогеров. И поэтому интегрировать и вливать кучу денег, что в Facebook, что в ВКонтакте, вот эти вот клипсы и все остальное, это просто-напросто огромная трата денег, которая не имела перспективы с самого начала. Достаточно знать просто немного психологии, чтобы избавиться от миллионных и миллиардных убытков и получить сотни миллиардов упущенной выгоды, которой сейчас нет ни у ВКонтакте. Ну, Facebook в итоге за счет своего объема, конечно же, купил Инстаграм, но все равно мог бы от этого избавиться просто обыкновенной психологией. Вот как много и как дорого может значить профессиональная психология.